Время Дорогая, теперь ты уже взослая, кормить и одевать мы тебя, конечно, будем, но если ты хочешь что-то еще, кино, вечеринки, клубы, кафешки, зарабатывай сама. Это была первая причина. Вторая причина – гениальная книга Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока», где он выделил четыре способа зарабатывания денег – работа по найму, работа на себя, бизнес и инвестиции. И я задумалась, каким же способом хочу зарабатывать я. По найму – не мой вариант, потому что ты не хозяин своего времени, ты живешь по чужим правилам. Когда тебе отдыхать, сколько тебе работать и, главное, сколько ты стоишь. Когда ты работаешь на кого-то, ты осуществляешь его мечты, а не свои. Работа на себя – это когда твой бизнес без тебя не работает. Так работали мои родители. Я их в детстве почти не помню. Со мной сидела бабушка. Они уходили, когда я еще спала, и приходили, когда я уже спала. Я не хотела для себя такой жизни. Я хотела больших, хороших доходов, но не ценой работы 24 часа в сутки, не видя ни семью, ни детей. И тут от Киосаки я узнаю, что есть возможность иметь бизнес, который работает без тебя, где нужно хорошо поработать, создать денежный поток, который будет приносить доход всю жизнь, 24 часа в сутки. И у тебя будет и время, и деньги, которыми ты можешь воспользоваться, как захочешь. Увидеть весь мир, путешествуя и открывая новые страны. Видеть, как растет твой ребенок и делает первое открытие. Ты можешь осуществить любую мечту, ведь у тебя есть два самых ценных фактора – и время, и деньги. У 90% людей нет либо одного, либо другого. И я поняла, что я хочу попасть в эти оставшиеся 10%. И я начала искать. Когда я узнала о возможностях нашей компании, я поняла – это то, что мне нужно. Однажды грамотно вложить, инвестировать свое время, чтобы получать пожизненно приумножающие дивиденды. За первые полгода обучения и работы я вышла на доход в тысячу долларов. Это было нелегко. Самое трудное было определиться с приоритетами. В то время, когда мои одногруппники тусовались в клубах, ходили в кино, зависали в кафешках, наслаждаясь беззаботной жизнью молодежи, я работала, создавала денежный поток. Не просто одноразово обменивала свое время работой официантом или продавцом. Я строила свой бизнес, где моими вложениями были не деньги, а время и мои собственные усилия, при этом не забывая учиться в университете. Мне запомнилась одна фраза – «Трудный путь ведет к легкой жизни. Легкий путь ведет к трудной жизни». Я на 100% убедилась в истинности этой мысли. К окончанию университета мой годовой доход составлял более миллиона рублей. И красный диплом, на вручение которого я не пошла. Почему? Потому что в это время наслаждалась видами Стокгольма. Поездку в Швецию подарила мне компания за хорошую работу. Могла ли я когда-то мечтать об этом? Конечно же нет. Швеция, Стокгольм, Нобельхолл – зал, где выручают премии нобелевским лауреатам. Как я смогла достичь всего этого в свои 21? Просто однажды грамотно вложила свое время. С тех пор я посетила Мальту, Швецию, Португалию, Испанию, Италию, Францию, Кипр. И все это за счет фермы. Только за этот год я получила 4 новых путешествия, одно из которых – в Майами. При этом на два лица. И конечно же я не смогла бы достичь таких потрясающих результатов без нашей команды. Наш бизнес – это командная работа. Мои партнеры меня очень вдохновляют. Многие из них осуществили мечты о покупке квартиры, автомобилей, путешествия. При этом многие из них делали бизнес, не выходя из дома, благодаря интернету. Наша компания дает такую возможность. Правда здорово? А еще в нашей компании я познакомилась со своим будущим супругом. Безумно приятно, что благодаря своему бизнесу я смогла не только осуществить свои материальные мечты – покупка квартиры, недвижимости, автомобиля премиум-класса, но и материальные – создание семьи и рождение ребенка. А ведь это самое важное. Сегодня я еще больше ценю время, каждую минуту, ведь теперь у меня есть семья, малыш. Все, что мы делаем сегодня, определяет нашу жизнь завтра. Сегодня каждый из нас создает то будущее, в котором нам жить. У каждого 24 часа. А на что ты тратишь свое время?